приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы у меня внеплановое видео но прежде всего хочу вам пожелать всем всем здравия мира и добра ну и ответ на вопросы по поводу посева в апреле месяце арбузов больше все таки вопросы касаются этой ягоды можно и о дыне говорить у нас уже был агрогороскоп на апрель месяц я сейчас его вам буквально вот покажу оно есть но мы вернемся к нему через несколько буквально минут я о чем хочу еще раз вам рассказать в открытый грунт в любом регионе и естественно только азия там они и африка там где очень тепло можно выбирать вот периоды в апреле посева бахчевых культур но если вы находитесь в средней полосе тем более север еще холодно будет но и у нас на юге я для себя вот этот календарик разрисовала специально так делаю каждый год для того чтобы посмотреть что будет с температурой почвы и вот смотрите у нас сейчас солнце находится в овне естественно очень жарко я снимаю видео сегодня у нас очень жарко 1 1 апреля на улице плюс 25 в тени на открытом грунте еще и больше очень хорошо для конечно для посадки картошки это хорошее дело но для арбузов смотрите вот этот период когда уже зайдет солнце в знак телец вот этот период будет и дождь у нас смотрите осадков сколько много будет я его попытаюсь вот так вам выделить вот вот этот кусочек когда обычно если в открытый грунт обычно семена погибают я уже столько лет испытания проводила поэтому мы высеваем на рассаду если же у вас будет возможность перевалки то можно будет в апреле мы сейчас выберем эти дни сеять на рассаду начинайте с таблеточки или же с маленького какого-то горшочка все что самое маленькое и постепенно увеличиваете эти горшочки потому что очень быстро формируется корневая система и в горшочке ему мало то этим корням места и естественно засыхает и так того урожая на который рассчитываешь не будет поэтому там три недели уже можно высаживать рассаду вот смотрите что у нас получается у нас три недели если мы будем высаживать вот этот период когда еще холодно в теплице лучше всего высадили в маленькие горшочки и рассаду в теплице выращивайте и у парника но еще сразу да сразу же в начале вот 5 до мая получается у нас будет в это время у нас венера зайдет в знак овен и уже 11 зайдет в знак овен юпитер это тоже смотрите какая жара и к концу месяца очень жарко тут еще добавится марс но если и марс смотрите сколько здесь будет жары конечно же будет в тельце находиться солнце водолей будет иссушение почвы телец будет давать еще прохладную почву и нефтон будет в рыбах да кстати плутон тоже в козероге причем в это время ретроградность так что особо надеяться здесь не на что что в плане осадков но вот можно будет использовать уже высаживать в открытый грунт ранее сорта рекомендуют только ранее сорта крайний случай средний ранее для того чтобы успеть получить урожай но вот вот этот период мы можем использовать для посева я сама для себя определяю сейчас первую очередь для посева семян арбузов и дынь можно чуть позже и вот смотрите я еще выписку себе сделала в 2019 году именно рассаду высаживали 11 апреля это был растущая луна в раке в двадцатом году 29 это уже поздно казалось бы 29 апреля но была очень холодная почва и долго холодно здесь тоже растущая луна в раке и вот прошлый год 2021 14 апреля там был кусочек такой у нас времени мы высадили картофель это сразу же после сожженного пути полнолуния прекрасный картофель и прекрасные арбузы вы видели наш урожай и дыни вся бахчевая все бахчевые культуры все это прекрасно получилось телец очень хороший знак ну а теперь еще раз я возвращаюсь к нашему агрогороскопу просто здесь сборная для всех культур я очень волнуюсь чтобы у всех вас получилось и как можно быстрее выдать вам всю информацию потому что возможно и перебои со светом и с интернетом все это у нас бывает и во многих регионах дальнейшем будет поэтому я вот видите сразу же сделала такой агрогороскоп и для огурцов и для кабачков и для тыквенных культур бахчевых все это подходит и смотрите что нужно знать нам в двадцать втором году то есть сейчас кто-то там пишет меня волнуется что нет времени для посева есть смотрите если у вас действительно есть возможности тепло сейте 3 4 апреля семена причем 3 после 10 часов семена бахчевых культур на рассаду здесь очень хороший период далее еще хороший период будет вечером седьмого после 19 до конца суток и 8 апреля все 24 часа снова же это растущая луна в раке которую я использовала очень хорошо получается но вот телец очень рано если же у вас есть возможность хотя бы несколько растений посеете в тельце допустим 4 и заранее можете получить но здесь помните всегда перевалка должно быть несколько раз перевалки больше и больше горшочки когда вы получите хороший урожай вот я для себя еще выбирала очень долго выбирала и смотрела так как у меня видите все время где-то вторая половина больше всего вторая половина апреля была для посева семян бахчевых культур поэтому я еще искала долго вот нашла 18 апреля после 20 часов вечера и до конца суток это снова же сожженный путь полнолуния завершается при нем не сею сеяла раньше плохой урожай и поэтому и вам не советую и здесь очень хороший период и луна уже начинает убывать но полная еще луна скорпионе и солнце в двадцать девятом градусе овна очень хороший период перед переходом уже в знак тельца очень хорошая энергия будет поэтому можно использовать вот этот период также для посева семян ваших любимых ягодок и наших любимых ягодок поэтому можно я вот думаю что я все-таки несколько семян посею вот 3 4 заранее готовлю у меня уже готовы таблеточки для них и затем 18 апреля досею все остальные для того чтобы были и очень ранее и затем уже основной урожай который мы будем уже собирать я надеюсь в середине лета вот этих ягод витаминных ягод которые очень полезны для нашего организма у нас есть такой агрогороскоп поэтому я вот еще раз пытаюсь вам удержать чтобы вы могли еще записать себе вот эти даты и что все вопросы касающиеся любимых овощей здесь видите огурцы кабачки арбузы дыни и тыквы тоже можно высевать если есть возможность и температура почвы соответствует ну а температура почвы мы вам только недавно рассказали я сделаю сноску о том как мы поднимаем температуру почвы в ранний период в апреле месяце вот конце марта мы сейчас уже подготовили эти ямы в которых заложены органические остатки они создадут вот эту хорошую температуру почвы для того чтобы корневая система развивалась даже в прохладные моменты можно и накрывать маленькие из бутылок или же пленочкой закрывать варианты есть разные все это можно сделать и я вот думаю что я ответила на ваши вопросы что и когда буду я высевать из этих культур и естественно вы уже тоже можете себе зная вот эту картину тоже спланировать когда и что вы можете посеять и высадить ну что ж сегодняшнее видео внеочередное подготовили как всегда раиса горяченко и александр волик мы прощаемся с вами всегда посылаем из нашего сердца свет божественной любви во все уголки земли всему сущему в земле и на земле и во вселенной мы очень хотим чтобы эта планета сияла и радовала всех цветами плодами ягодами и прекрасным настроением солнечным радостным и счастливым настроением всех ее жителей мы прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео всего вам самого-самого доброго пока пока у меня и и и и и и